и продуктов компании 1С. Можете посмотреть, здесь как бы показаны все продукты, для которых у нас есть модули. Причем мы эту страницу переделали, и теперь, если раньше можно было скачивать только последнюю версию, то сейчас можно скачивать, здесь как граница истории, здесь все модули. То есть можно посмотреть, какие модули вышли, когда они выходили, для какого релиза прикладного, для какого релиза. А если дойти подробно, то здесь можно посмотреть список изменений, которые были, также посмотреть порядок установки, руководство пользователя можно скачать отдельно, потому что многие, когда скачут наш модуль, у нас есть, понимают его в самом модуле, но многие устанавливают наш модуль и не знают, что там есть руководство пользователя. И поэтому мы его вынесли еще, чтобы можно было скачивать отсюда. Еще раз расскажу, в чем разница между нашим модулем и штатным 1С. Стандартный штатный модуль, который входит в поставку 1С, не поддерживает удобную настройку свойств, выгрузки свойств, потому что он делается универсальным, делается не только для нашей платформы, а вообще для любой загрузки данных через XML в рамках 1С. Поэтому, если вы хотите более гибко влиять на настройки, влиять на какое-то поведение выгрузки, то лучше использовать новый модуль. Плюс штатный модуль не поддерживает пока новую платформу. Ребята ведут работы, чтобы поддержка появилась. Он работает в режиме совместимости. Соответственно, если будет происходить разделение заказа в рамках новой платформы, то, к сожалению, модуль штатный не сможет выгрузить корректно документы. Поэтому, если вы хотите работать полнофункционально с 1С, работать полнофункционально с управлением сайтов, вашим интернет-магазином, то, пожалуйста, скачивайте модуль с нашего сайта. Смотрите обязательно на версию, как показывал Саша, для какой версии 1С используется наш модуль. Мы, к сожалению, выпускаем модули не для всех версий, потому что мы все-таки не занимаемся ни 1С, это наш не основной профиль. Поэтому мы выпускаем только для самых популярных версий конкретный модуль. Еще такой момент по поводу релизов. А если посмотреть, то для UT10.3 плохой пример. Так, возьмем UT11 редакцию. Можно здесь увидеть то, что здесь показаны разные версии для разных релизов. Но есть такой момент. Когда релиз меняется, последние цифры, например, для UT11, последние цифры 66, 108, то, как правило, эти релизы не сильно отличаются и не затрагивают некоторые механизмы, с которыми работает наш модуль. Поэтому с большой долей вероятности, например, на более свежий релиз, который там сейчас, например, UT11.2.133, допустим, с большой долей вероятности подставится наш модуль 6.0.2.1. Если же вы поставили новый релиз и в этом релизе он не совместим с нашим модулем последним, то пишите или в техподдержку, или на наш форум. В этом случае оперативно будет выпущен новый вероятность под новую версию модуля под новый релиз. И еще такой момент, уже многие спрашивали, что есть ли модуль обмена для комплекса автоматизации 2.0, что ли, которая вышла недавно. В принципе, она практически идентичная. Конфигурация, конечно, отличается от ERP, но там такие же примерно объекты, которые и ERP. Поэтому можете ставить модуль обмена от ERP на комплексную автоматизацию, и все должно работать. Если же не работает, то тоже пишите в техподдержку или на форум, будем смотреть и думать. Но вообще, должно работать. Люди проверяли, и все работает. Так, давайте показывать мы будем, как обычно, на UT11-й редакции. Давайте скачаем для UT11-й версию. Кстати, скачивать версию можно не только, заходя конкретно, но и нажав сразу на версию продукта, которая с синеньким цветом. Если нажимаете, то сразу придется скачивание этого модуля. Так, вот у нас скачали, где мы его скачали? Так, распаковываем его, потому что он запакован в ZIP. И теперь мы устанавливаем наш модуль. То есть, мы у вас сейчас, ну, как бы, распаковка получается. А потом мы уже будем его внедрять в базу 1С. По ходу рассказа Саши, можно задавать вопросы во вкладочке questions. Я те вопросы, которые будут персональные, буду отвечать персонально в виде ответа в чате. Если вопрос будет интересен, как бы, для многих людей, то я такие вопросы буду транслировать в эфир, наверное, после каждого блока. И мы будем разбирать их в эфире прямо для всех, чтобы было понятно, какие вопросы интересуют людей и как можно что-то делать внутри интеграции с 1С. Так, модуль установился, теперь мы внесем ее в конфигурацию. Для этого мы выбираем в конфигуратор, выбираем пункт конфигурации. А, сначала, если у вас конфигурация не была ранее изменена, то нужно делать так, чтобы можно было вносить изменения. Для этого нужно входить в конфигуратор, выбрать пункт конфигурация, поддержка, настройка поддержки. И здесь нажать на кнопку включения возможности изменения. В данном случае у меня она уже настроена так, чтобы можно было выносить у нее изменения. После этого, когда в базу уже можно вносить изменения, в конфигурацию можно вносить изменения, то мы выбираем конфигурацию, сравнить объединение с конфигурацией из файла. И здесь находим наш файл, который устанавливается по умолчанию в папку шаблонов 1С. Так, мы выбираем наш файл конфигурации с нашим модулем, делаем сравнение объединения. Самый важный момент, который все, ошибку бы, не все, но очень много людей ошибаются. В окне сравнение объединения вначале нужно снять все флажки. Это связано с тем, что в нашем модуле обмена есть типовые объекты, которые я должен был добавить в файл, чтобы не потерялись ссылки. В данном случае, если этот флажок не снять, то при накатывании нашего модуля могут затереться модули объекта и модули менеджера для типовых объектов, что повлечет за собой некорректность работы 1С. Поэтому вначале нужно снять все флажки, а потом выбрать действие, отметить по подсистеме из файла и установить отбор по подсистеме, обмен с интернет-магазином и поставить флажок «Включать объекты родительских подсистем». Флажок этот нужен для того, чтобы установились не только объекты подсистемы, обмен с интернет-магазином, но и с подсистемой Bittrex. Нажимаю кнопку «Установить» и, в общем, все. Должны все объекты установиться. Если у вас более-менее свежая версия платформы 1С, то тогда подсистема Bittrex тоже будет сматически включена. Если же у вас она, например, 8.3.6, то тогда подсистема нужно будет ручками еще устанавливать. Если же вы хотите обновиться, у вас была версия 6.0.0.1, а хотите обновиться до 6.0.2.1, то выполнять нужно все те же самые действия. Тоже сначала снять все флажки, а потом установить по подсистеме Bittrex. и обновиться только те объекты, которые были изменены. Нажимаем кнопку «Выполнить». Если возникает ошибка с неразрешимых ссылок, то нажимаем кнопку «Продолжить». Так, объединение конфигурации завершено. Теперь нужно сохранить конфигурацию и обновить базу данных, чтобы эти изменения конфигурации внести как бы... обновили базу данных, чтобы там могли сохраняться уже данные измененной конфигурации. Пока ты далеко не ушел, это вот как раз в дереве, где ты галочки ставил, тут спрашивают, Роман, если забыть поставить галочки, что будет? Если забыть поставить... вообще все поставить. Если поставить все галочки, то тогда наш модуль не установится, вообще ничего не произойдет. Если же поставить все флажки, то обновятся типовые объекты, которые не должны обновляться, их не надо обновлять, потому что эти объекты, они в нашем модуле только для сохранения ссылок, чтобы они не потерялись. То есть, если я правильно понял, то старайтесь все-таки делать так, как показывает Саша, и лучше устанавливать именно так, как он показал, чтобы не было дальше будущим проблем. Окей. Так, еще какие-то вопросы есть пока? Да, вопросы есть по установке, но это немножко дальше я хотел, когда мы до дерева дойдем, но давай сейчас. После установки нового модуля сохранится ли настройка списка дерева товаров? То есть, если клиент переходит с модуля пятой версии на модуль шестой версии? В пятой версии модуля можно было экспортировать только группы пульсовского дерева групп. В шестой версии уже реализована возможность экспортировать полностью, в том числе и товары. То есть, если у вас с пятой версии на шестую, то вам нужно делать обновление с пятой на шестую, чтобы это дерево групп не потерялось. Если же вы хотите с шестой, там у нас на шестую другую, ну или там с одной базы на другую базу, если я не знаю, то тогда можно через импорт-экспорт пульсовского дерева групп. А если у клиентов стоит четвертый модуль, а они хотят перейти на шестой, это вообще возможно? Но только пока Саша начал отвечать, я скажу, что шестой модуль все-таки сделан для обновленной платформы, для новой платформы, которая прошла конвертацию, и вы перешли на новую платформу, у вас есть разделение заказов и так далее. То есть, этот модуль сделан именно уже для новой версии платформы. Поэтому, если вы не сделали переход самой платформы, не стоит ставить этот модуль. Так, сейчас у нас вылезло окошко реорганизации информации, мы принимаем эту информацию. По поводу четвертой версии, кстати, да, вообще можно сразу с четвертой перейти до шестой, если последовательно обновляться, сначала четвертую, последнюю, потом пятую, первую, потом пятую, последнюю, и потом только шестую. Но в данном случае, если у вас четвертая версия, то вам рекомендую просто поставить шестую версию, не мучиться и заново перенести настройки. Потому что, как бы, можно поставить, чтобы оно было все последовательно, но это, как бы, не факт, что получится. И просто, как бы, с четвертой версии до шестой очень много чего изменилось. Вообще все настройки поменялись. Поэтому, как бы, конвертация всех этих настроек, как бы, не такая простая задача. И здесь как раз параллельно вопросы о том, что если они использовали старое решение, использовали старую платформу, а потом нашу платформу обновили до новой версии, сделали конвертацию. Нужно ли обновлять модуль? Да, модуль нужно обязательно обновить, нужно установить новый модуль. И вот, как говорит Саша, фактически это полная инсталляция нового модуля. Лучше это обязательно произвести. Потому что новая платформа, все ее возможности будут поддерживаться только в шестой версии. В старых версиях не будет разделений заказов, не будет обмен дополнительными документами и так далее. Так, ну, модуль у нас установился. Давайте сейчас запустим его. Если в старых версиях нужно было запускать одинаковую с ключом и обновить базу данных, то сейчас это делать не обязательно. Потому что можно, но не обязательно. Еще раз, тут очень много вопросов по записи вебинаров. Запись вебинара обязательно будет. И кроме того, что запись вебинара мы выкладываем на сайте 1SBitrix, запись вебинара будет в самом модуле обмена. То есть Саша добавляет ссылки на записи вебинара прямо внутрь самого модуля. И он, скорее всего, покажет сегодня, где их можно найти внутри модуля. И можно не переживать за то, что, ну, где найти ссылочку, как ее скачать и так, как ее посмотреть. То есть вы сможете прямо в своем модуле внутри 1S найти, где вебинары и посмотреть. Так, модуля версии 6-й версии для UT111 нет. То есть как бы UT111-то очень старая уже конфигурация, релиз в UT-шке, поэтому как бы старые версии не поддерживают. Просто физически не можно. А откатиться с 6-й на 5-ю возможно, или будет фактически полная переустановка модуля? Ну, вообще, физически можно. Единственное, что возможно пропасть. Хотя даже ничего не пропадет. Я думаю, как бы я такой процедуры не занимался, но я думаю, что можно спокойно взять, поставить просто 5-ю версию вместо 6-ю. При переходе с 4-й версии на 6-ю, 4-ю версию необходимо сначала удалить, а потом инсталировать 6-ю? Или можно просто 6-ю накатить поверх? Вам нужно будет... Смотрите, вам с 4-й по 6-й, вам нужно удалять, то нужно удалить настройки с плана обмена, настройка обмена сайта. Вот, их нужно удалить и заново создавать. Все остальное удалять необязательно. Так, а вопрос что тут? Вопросов морят, ты продолжай дальше, Я буду по ходу отбирать, что-то отвечать под руками, а дальше уже будем смотреть. Так, у нас модуль обмена установился, у нас с левого появился раздел 1S в битрис. При переходе на этот раздел открываются все пункты, которые можно реализовать, ну, выполнить. Кратко перейду. То есть, здесь ссылка перейти на форум интеграции 1S. Если уже у вас не получается что-то настроить, или возникают какие-то вопросы, или вы нашли какую-то критичную ошибку, то вы можете зайти на форум интеграции 1S и написать там соответствующие темы. И тогда, как бы, или вам помогут каким-то там форумчане, или, я там периодически бываю, если какой-то там критичный важный вопрос, то я вам или помогу, или внесу сразу изменения в следующей версии. Вот, если это критичный баг какой-нибудь, если, как я выше говорил, вышла новая версия УТ-шки, ну, релиз, и он, который не совместит с нашим модулем, как бы, я прочитаю и оперативно внесу изменения и выпущу новую версию. Вот. Настройки интернет-обмена с интернет-магазином, там как раз таки настраиваются наши настройки. Пункт импорт товаров из интернет-магазина, это, ну, по переходу, например, нажатие на эту ссылку будет произведен переход на обработку, которая загружает товары с сайта. В дальнейшем она будет переделана. Так. При переходе на пункт картинки и файлы для характеристик номенклатуры, то этот новый функционал, который был добавлен, ну, не очень так давно, который позволяет привязывать картинки для предложения товаров, которые на сайте. Такого функционала в одиннадцатке не было, и поэтому мы вынесли его отдельно. Многие, кто его просил. Кстати, сегодня, возможно, я его покажу, потому что люди просят. Так. Пункт «Посмотреть идентификаторы Bittrex». При открытии этого окна отображается все объекты, которые загрузились. Здесь можно, допустим, посмотреть идентификаторы документов. То есть выбираем тип объекта документа, и здесь выбираем заказка ленты, и здесь можно посмотреть, у нас, конечно, нет документов, можно посмотреть, какие документы пришли с одиннадцатки, с сайта, какой у них код. То же самое можно посмотреть и установить идентификаторы для товаров. То есть это такая полицейская форма. Версия моду обновить. При нажатии на этот пункт проверяется версия модуля текущая, и если не требуется, то предлагает ее обновить и отображает, какие были внесены изменения. Так, ну а дальше, как бы тоже, открыть документацию, открывать документацию по работе с этим модулем. Посмотрите вебинары, как раз-таки именно вы перейдете на страницу, тоже можно сейчас перейти. Здесь показаны все вебинары, которые мы проводили. В том числе, допустим, наш вебинар через некоторое время тоже так же появится здесь. Так, и свойства товаров и документов, кстати, это новый функционал, который был недавно введен. Он позволяет для табличной части документов вводить свойства. То есть, как это реализовано? В бусе можно для каждой позиции заказа вводить свои свойства дополнительные. И теперь эти свойства могут выгружаться в 1С-ку и также выгружаться в 1С-ке. И можно здесь, кстати, и создавать новые свойства или редактировать, которые пришли. Ну, допустим, что есть можно? Допустим, какие-то медификаторы, какие-то там строки информации для каждой позиции товара. То есть, как бы, такой механизм, который позволяет хранить какую-то информацию по позициям заказа в тех местах, в которых нет реквизитов в табличной части. Потому что в документах 1С количество реквизитов в табличной части ограничено. Один же можно будет задать какие угодно, их сколько угодно. Так, это вот. В общем, теперь давайте перейдем на настройки обменов в третий магазин. Но перед тем, как настроить, давайте посмотрим, может ли наша 1С работать с нашим, как бы, может ли работать с нашей модой. Так, для этого мы переходим в раздел администрирования, переходим в раздел настройки синхронизации данных. Потом мы переходим в синхронизацию, обмен данными и смотрим, есть ли флажок обмен данными с сайтом. Если этот флажок не стоит, то тогда вы не сможете установить флаг обмен с сайтами, который он в типовых соглашениях, который сигнализирует о том, что соглашение нужно выгружать на сайт. Сейчас подробно это расскажу. То есть мы ставим здесь обмен с сайтом и, ну, в принципе, закрываем. Теперь мы должны настроить те, какие соглашения используются для обмена с сайтом. Для этого мы заходим в раздел CRM и маркетинг. Здесь находим типовые соглашения с клиентами. И здесь находим типовое соглашение какое-нибудь. На данном случае я смотрел на продажу в розницу. И тут такой тонкий момент. Во-первых, сегмент клиентов он должен быть пустой, быть не заполнен, потому что если он заполнен, это значит, что соглашение используется не для всех контрагентов. Так как у нас цены должны для всех клиентов, которые покупают, поэтому этот реквизит должен быть пустой. Ну, или если не используется, может это выключить вообще-то функционал в УТ-1. Так, дальше. Вид цены должен быть обязательно поставлен. По виду цен устанавливаются цены, назначаются цены в УТ-11. Поэтому какой вид цены будет установлен в соглашении, такие цены будут выгружаться. Также здесь должна быть валюта установлена. У нас РУП стоит. И заходим на вкладку «Прочие условия». И нужно поставить флажок «Доступно для обмена сайта». При установке этого флажка у нас означает, что это соглашение может выгружаться на сайт. Ну, в общем, у нас здесь все настроено. И конечно в УТ очень много всяких настроек, в которых используется. Там и ведение остатков по складам или по одному складу, сколько там видов цен может быть много, или один, или там использование типовых соглашений, или неиспользование. Это как бы все уже настройки и самого УТ-шки, и поэтому я их рассказывать не буду. Но вообще единственное, что не могу рассказать, что про соглашения многие ставят чистую УТ-шку, и у них нету типовых соглашений. Типовые соглашения настраиваются. Сейчас поищем. Вроде как. Саша, простите, перебью. Ребят, когда вы задаете вопросы, старайтесь указывать, вот следующий вопрос, вы за вопрос задали, я вам ответил, вы задаете следующий вопрос. Старайтесь немножко указывать, что было в предыдущем, потому что система здесь, к сожалению, не прикрепляет ваши комментарии к предыдущим, и иногда невозможно понять, к какому из комментариев пришел ответ. Поэтому пытайтесь немножко повторять данные, если вопрос продолжается, иначе сложно вам отвечать. Так, в настройках в разделе продажи есть пункт использования соглашения с клиентами. Если не стоит использование типовых соглашений, то тогда вы не сможете их создать, не сможете их назначить, удавить цены, и, соответственно, не сможете их выгрузить. Поэтому этот пункт должен быть установлен. Так, вроде здесь все рассказал, давайте попытаемся делать настройку обмена сайта. Так, создаем настройку, мы будем ей выгружать товары. вот такой момент. Так, давайте сейчас укажем сайт. ты можешь ввести пароль? Да, конечно. Так, поставлю андресский пункт. Пароль тебе ввести, хитренький такой. Так, указываем каталог, где у нас будет храниться look-file. Там будут все описаны все события, которые выгружались. То есть, когда выгрузился какой пакет и сообщение об ошибках. Нужно для того, чтобы можно было проанализировать, какие данные выгружаются чаще, какие быстрее, какие не быстрее, чтобы там сделать более тонкую настройку. и так же посмотреть, какие ошибки. Если какая-то у вас ошибка, то высылайте их в поддержку. Потому, чтобы они могли разобраться более подробно, что за ошибки. Так, указали. Здесь есть флажок выгружать лог на сайт. И если это стратег флаг, то тогда лог-файл будет выгружаться на сайте и он будет храниться в определенное количество дней. Кстати, тоже, что лучше их выгружать. Для техподдержки это упростит задачу. И еще есть флажок хранить файлы обмена на сайте. Если будет стоять этот флаг, то тогда файл XML самого обмена, всего обмена, будет храниться в том же самом архиве, где и сам лог-файл. Кстати, для отладки весьма полезная вещь. Здесь есть настройка автообмена, это если вам нужно, чтобы выгружало все по расписанию, она здесь настраивается. Но как мы это использовать не будем, то об этом рассказываем. для того, чтобы надо, нужно поставить флажок использовать и здесь указывается дата начала, допустим, с 12 числа и поставим что каждый день. Получается с 12 каждый день время начала 08.00 получается так не поставил не сразу обновился. У нас с 12 мая каждый день с 8 утра один раз в день будет выполняться этот обмен. Само выполнение этого обмена это типовой механизм выполнения автообмена и как бы автообмен как он выполняется это все настраивается типовым механизмом ОТ. То есть если у вас база клиентсерверная то все это выполняется с фоновым заданием если они включены. То есть они не блокированы. Если же база файловая то нужно указать по каким пользователям не запускается допустим это для УТ-10.3 или там для УТ-11 там оно тоже указывает по каким пользователям там будет проверяться нужно ли выполнять автофоновое задание. Еще такой момент я вижу периодически решать в аптеке техподдержки и иногда приходится подключаться к клиентам и смотреть как у них настроены настройки обмена. И очень многие делают постоянно одни и те же самые ошибки. Они делают выгрузку товаров вместе с выгрузкой документов. Это делать надо потому что товары я не думаю что у вас должны обмениться очень и очень часто. А вот документы я уверен что нужно чтобы они были более актуальны. Поэтому лучше всего очень рекомендую разделять выгрузку товаров и выгрузку документов. А может мы сделаем сразу два готовых пресета в виде созданных моделей выгрузки я не знаю как это правильно назвать. То есть два вот этих коннектора чтобы они стояли уже внутри системы и клиенты не делали такие ошибки которые мы видим. Это конечно можно сделать поставь задачу сделаем. Потому что это очень не очень частая ошибка. Еще такой момент рекомендую вам всегда делать только выгрузку изменений. Потому что при полном тоже нужно делать. Но ее нужно делать только иногда для того чтобы очистить все ненужные товары деактивировать. И поэтому я думаю то что не надо делать постоянно. Лучше всего каждый день или каждый час делать выгрузку изменений а полную выгрузку делать, допустим, раз в день или раз в несколько дней, чтобы очистить всю информацию. Если это так будет настроено, то в этом случае уменьшается нагрузка как на сам бус, так и на саму 1С. И если у вас база действительно большая, товаров если много, то обмен, полная выгрузка выполняется очень-очень долго. И такой момент. Если же, тоже, кстати, встречал такую проблему, сайт 1С довольно-таки большая, товаров очень-очень много, делается первоначальная выгрузка товаров на сайт. Если товаров очень много, то этот обмен может выполняться очень-очень долго. Поэтому в данном случае вам рекомендую делать следующее. Выгрузить только изменения и сделать обработку, которая бы делала изменения автоматические, то есть групповая, допустим, групповая запись товаров, ну там по 1000 товаров. То есть запустили обмен, потом запустили обработку 1000 товаров, выгрузили 1000 товаров и все его предложения. Потом только изменения. Потом снова запускается обработка, то есть вы можете порционно только, выгружать только изменения. Потому что если вы делаете полную выгрузку, конечно, да, у нас полная выгрузка тоже, она по пакетам, но будут пакеты снять все последовательно. А в данном случае, если будет выгружать выгрузка только изменений и обработка, которая сама будет определенное количество товаров изменять, вы можете сами регулировать, какие товары вам нужно выгружать. В данном случае это только для очень крупных магазинов, для которых выгрузка выполняется очень-очень долго, потому что всякое бывает. В данном случае у нас это будет настройка обмена для выгрузки товаров, и поэтому мы снимаем флажок обмена с документами. Так, теперь мы переходим в настройки и настроим. Выгружать мы будем... Сделаем два каталога. В каталоге 1 мы будем выгружать товары по какому-то определенному отбору. Ну, как бы, здесь мы делаем все просто. Ты пока далеко не ушел, давай пробежимся по некоторым вопросикам, которые здесь есть. Они тут как раз про настройку, но немножко и отвлеченные. Для 1С розницы нет модуля, не планируется ли делать. Модуля нет, все правильно, пока не планировалось сделать. Вы можете написать идею на сайте идеи, мы будем показывать URL на этот сайт еще немножко далее. Посмотрим, сколько наберет идея голосов. И если модуль будет действительно интересен, то можно будет рассмотреть его изготовление на какой-то ближайший релиз. Спрашивают, решился ли вопрос с дополнительными реквизитами? Как отдельные строки или свойства со своими наименованиями? Я не понял, что это, какого выпала с реквизитами. Тоже не понял, если честно. Окей. Версия модуля 6.0.1.3 для ОНФ редакция 1.6 не обновляется до версии 6.0.2.1. Так, напишите на форуме или поподробнее напишите, в чем проблема. Я посмотрю. Вообще мы версию модуля изменяем только тогда, когда есть что в ней изменять. То есть, если не было никаких ошибок, наверное, поэтому она не обновляется. Такая будет проблема, поставили версию, может быть, то, что я ошибся и не обновил саму константу именно на своем названии версии. Может быть, версия у вас 6.2.0.1, но просто отображается, что 6.1.0.3. Планируется ли что-то сделать с обменом кратности единиц, а то пока что происходит с кастель рисовать? Планируется сделать. В новом релизе мы постараемся выпустить поддержку множественных коэффициентов единиц измерения. И, соответственно, после этого, скорее всего, сделаем поддержку и со стороны 1С, и со стороны Буза, чтобы можно было обмениваться этими вещами. Планируется ли возможность привязки картинок к группам товаров в 1С, чтобы разделы в Битриксе были с картинками? Но в 1С же нету у нас. В 1С, смотрите, напишите на сайте идей, если много кому-нибудь нужно будет, то тогда мы это реализуем точно так же, как мы это реализовали для характеристик. Ну, то есть, ты, получается, картинки будешь просто привязывать в настройках? Ну, как у нас сейчас сделали характеристик точно так же. Так, после перехода с 4-й версии на 6-ю останутся ли прежними уникальный идентификатор товара, используемый при обмене с 1С? Да, если вы не будете удалять общий реквизит Б-идентификатор, то они останутся. Так. Что сделать, чтобы не выгружались на сайт, поставленные на удаление торговые предложения и характеристики? Ну, галочку, пометка на удаление поставили в 1С, чтобы эти данные не выгружались. Можно ли что-то сделать? Нет, только если доработать сам модуль обмена, как бы поставить условия в коде, чтобы они не выгружались. Потому что у нас конкретно для предложений нет такого момента. А я с другой стороны, у нас же есть флажок, чтобы выгружать предложение только с ценой. Если у вас они помечены на удаление, то почему у вас на них цена есть? Если у вас цены не будет, то они автоматически выгружаться не будут. Может просто в настройках внести галочку такую глобальную вообще, чтобы не выгружать элементы, помеченные на удаление? То есть, не обязательно товары, а товары, торговые предложения, характеристики. То есть, зачем их выгружать, если они помечены на удаление? Нет, конечно, можно. Мы все подпоставим, что мы задачу сделаем. Да, сейчас решу. Это элементарно. Так. Зачем нужна настройка версионности выгружаемых данных? Ой, это вот такой интересный вопрос, скажу честно. Многие кто спрашивает. Смотрите, у нас для товаров и для документов, кстати, вроде бы тоже, сделано такая фишка, как версионность. Допустим, выгружается из 1С товар. Если у него, допустим, версия 1. Он попал на сайт и на сайте хранится. Если я повторно выгружу этот товар с версии 1, то на сайте товар этот не обновится. Вообще у него ничего не обновится. Он посмотрит, версия точно такая же, и он пропускается. И версия изменится только тогда, когда в 1С этот товар будет пересохранен. И тогда он на сайте снова обновится. Настройки версионность позволяет сделать следующее. Если у вас будет стоять флажок напротив товаров, то тогда при каждом обмене версионность будет уникальной. И всегда товар будет обновляться, вне зависимости от того, изменялся он, перезаписывался он в 1С или не перезаписывался. Допустим, когда выполняется, там есть, у нас настройка, как есть пункт, принудительный полный обмен данных, когда у нас выгружаются все картинки, версионность всегда выгружается уникальной для товара, чтобы товар, чтобы картинки принудительно все обновлялись. Ну и чтобы товары принудительно обновлялись. То есть вот так вот. И следующий вопрос. Чем отличается полная выгрызка от частичной и только изменения? Так, полная выгрузка, она выгружает все товары, независимо от того, изменялись они или не изменялись. И помимо этого происходит деактивация товаров в выгружаемых инфоблоках, которых нет. Но это, конечно, деактивация происходит только тогда, когда обмен полностью удачен, то есть там нет ошибок. Вот. Так, есть частичная. Частичная выгрузка – это выгрузка только тех данных, которые были изменены. В данном случае и деактивация товаров не происходит. В общем, и все. Но еще есть полный принудительный обмен. О, принудительный пол… как называется сейчас скажу точно? Держу. Принудительная выгрузка картинок. Вот, переименовали. В этом плане у нас выгружается, ну, как бы, в зависимости от настройки, или полная выгрузка, или выгрузка только изменений, но выгружается вместе с картинками обязательно со всеми. То, что у нас картинки выгружаются как… При первой выгрузке выгружаются все картинки, а потом выгружаются только новые картинки и измененные. Вот. При принудительной выгрузке картинок, то у нас принудительная выгружается снова повторно все картинки. Ну и про полную выгрузку. Даже при полном обмене будет обновляться версионность. При полном обмене, я понимаю, вся версионность будет перезаписана и… Смотрите, при полном обмене версионность, она не меняется. Если вы поставите на сроке версионности, что у вас для товаров она уникальна, тогда да, тогда она будет новая, но если делается полную грузку просто, то версионность как бы останется прежней, и товары, зачем товарам обновляться на сайте, зачем тратить ресурсы сайта, если они не изменились. Конечно, возникает проблема, и в некотором случае только для UT10.3, когда какой-нибудь внешний обработка начинает менять свойства, не изменяя сами товары, тогда возникает проблема, потому что свойства не обновляются, потому что товары не заменятся. Но это учат редко, как делают. Как правило, после возникновения таких проблем, понимают, что товары тоже пересохранят. Сейчас, если изменить код производителя, они не меняются при выгрузке. Так, еще раз. Если изменить коды производителя, грубо говоря, какая-то характеристика или поле в 1С, то оно не меняется при выгрузке. Но смотрите, как ее менять. Смотрите, если товар не изменился, сохранил, потому что не изменился, не пересохранился, то тогда он из-за версионности не обновится. Но если он изменился, то нужно смотреть, что в файле в самом XML. Но я так сказать не могу, потому что с производителями, да, там могут быть большие проблемы. Нужно смотреть. Ну давай будем идти дальше по вебинару, что вопросов тут я уже походу буду разбирать их. Так, давайте так настраиваем товары. Так, сначала у нас будет каталог один. Он будет простенький, в который мы просто поставим только несколько отборов. Нет, даже немножко сделаем по-другому. Даже не отборы, потому что отборы уже показывали. Мы выгрузим только определенные группы товаров. Мы выгрузим вентиляторы и холодильники. И поставим, конечно, набор, чтобы у нас не выгружались все склады. Мы выгрузим только информацию только по одному складу. Так, и укажем все соглашением. С соглашением мы настроили только одно, это которое продажа в роднице. И добавим новый каталог. Но в нем у нас будет наше дерево групп. Там как раз, когда к свойствам подойдешь, если у нас это возможно, покажи, как фильтровать по значению свойств. Так, а отбор по свойствам для угружаемых товаров такой штуки у нас нет. Отлично. Окей. На самом деле, как бы, многие кто просят, но это реализовать не так-то просто. И просто непонятно, как красиво реализовать. Как вы знаете, на данном случае вам будет проще немножко доработать в одном месте небольшой запрос. И вы сможете делать как хотите, какое свойство и под каким угодно значением. В данном случае, как бы, так проще делать. И с точки зрения быстродействия, оптимизации, это будет проще. Потому что, если же это будет делать типовой механизм, то, во-первых, он будет для всех замедлять обмен. А во-вторых, как бы, он даже для вас, как бы, он значительно. И просто, как бы, возможно, не факт, что он будет реализован так, как вам нужно. Поэтому, в данном случае, проще, как бы, вам его кастомизировать. Так, в данном случае я создам группу техников, в которой я укажу холодильники и конкретный телевизор DVC. Так, и сюда мы укажем тоже, кстати, телевизор. А в данном случае получится так, что у нас в одного товара будет сразу находиться сразу двух групп. Если же не сходит в польсовское дерево групп, то тогда такое сделать, в принципе, невозможно, потому что Динеска не позволяет один товар хранить двух разных групп. Так, и сададим вторую... Добавим вторую группу на сайте, назовем обувь. И добавим туда какую-нибудь обувь. Женскую. Так, мы его создали. В данном случае, если мы используем идентификатор каталога, то тогда, если мне память не заменяет, отборы вот эти по товарам не работают. А работают только те товары, которые указаны в пользовательском дереве групп. Здесь мы также укажем угрожаемые склады. Но склады здесь как бы мы будем угрожать уже несколько. Укажем. И укажем конкретно соглашение тоже. Еще есть такой момент. Есть здесь отбор по свойству. В данном случае это свойство не отбирает товар по свойству, а ограничивает выгрузку самих свойств. То есть у вас в базе, допустим, 11 тысячу свойств. Но для выгружаемых товаров этих свойств вот сто. Вы можете здесь указать отбор всех этих сто свойств, и только для этого инфоблока будут выгружены все сто этих свойств. Вне зависимости от других настроек, которых я покажу потом. Так, здесь мы настроили. Теперь смотрим, какие данные нам нужно выгружать. Ну, здесь как бы все понятно. Единственный момент, конечно, тут вопрос настройки основных реквизитов и дополнительных реквизитов. В данном случае здесь можно указать, какие данные куда выгружаются. Можно делать так, чтобы наименование выгружалось полное наименование. Или там описание. Помимо этого, здесь и дополнительные реквизиты. То есть, например, в УТ-11 нет такого понятия, как описание в формате HTML. Но если вы доработали вашу УТ-шку и сделали реквизит в конфигурации, добавили описание в формате HTML, то вы можете здесь его прописать. Допустим, номенклатура. И название вашего реквизита в конфигурации. Если же его нет, ну, допустим, я выгружу его просто наименованием. И проверяется корректность наименования. Если все верно, то тогда поставить. Это значит, что у меня на сайт выгрузится значение реквизита с названием в описании в формате HTML, и там будет указана номенклатура наименования. Не нужно путать номенование реквизита с дополнительными реквизитами, свойствами. Это не свойство, но если вы хотите использовать, то нужно вам указывать реквизит конфигурации. Его можно создать только через конфигуратор. Выгрузка с предложениями. Тоже здесь довольно-таки просто. Кстати, мы покажем выгрузку картины, как это реализовано. Так же, поставим здесь флажок со свойствами. Здесь указываются, какие свойства, куда вы должны выгружаться, или вообще должны ли выгружаться. В данном случае это настройка для всех выгружаемых инфоблоков. То есть, в данном случае здесь нельзя указать, конкретно для инфоблока, что куда выгружать. Здесь есть кнопка «Заполнить использование свойств по умолчанию». Когда она нажимается, то тогда проверяются все товары инфоблоков. Смотрится. Если свойства используются хотя бы в одном товаре, то тогда снимается флажок «Не выгружать свойства товара». Если используется хотя бы в одном предложении, то снимается флажок «Не выгружать предложение». В данном случае это позволяет более тонко настроить выгружаемые свойства. Потому что свойств их может быть много, и они все могут не использовать. Если стоит флажок «Выгружать в хейл справочнике», то тогда у нас свойства будут храниться не в целом инфоблоке, значения свойств, а будет создан свой хейл инфоблок, в котором будут все храниться эти значения. А флажок влияет на цену. Кстати, очень многие спрашивают. Это такая тонкая штука. Она позволяет конвертировать свойства типа строки в справочник. Допустим, в 1С мы сделали свойства, назвали, допустим, артикул. Она у нас строковая. И по умолчанию она будет вгружаться на сайт как строка. Но если он вгружается как строка, он не может влиять на цену. То есть нельзя делать зависимость его, чтобы в зависимости от него менялись цены. Поэтому ставится флажок. И тогда при выгрузке этого свойства берутся все значения этого свойства и конвертируются в справочник. То есть получается, что каждое строковое значение будет свой элемент в справочнике. Так, ну, мы вгружаем цены, будем вгружать остатки. Подожди, пока не ушли далеко от справочника, вот от настроек свойств. Давай несколько вопросов. Существует ли способ маркировать номенклатуру, которая не должна выгружаться на сайт? То есть можно ли как-то сказать, какая номенклатура не будет выгружаться на сайт? Но это, наверное, просто, чтобы она не попала в дерево групп. Смотри, в данном случае, номенклатура как у нас делается? У нас есть отборы, по которым можно указать, какая номенклатура должна не выгружаться. Номенклатуру можно указать, как явно конкретные группы, какие они должны выгружаться. Можно сделать по остаткам, чтобы товары, у которых остатка равняется нулю, чтобы они не выгружались. Можно вот так вот, ну, как бы, так делать. Здесь, как бы, новые отборы. Здесь, как бы, еще можно другие отборы сделать. Как бы, конечно, здесь групповые отборы не позволяют, здесь, как бы, есть очень сложные отборы, но можно сделать так, что... Сейчас покажу. Например... Допустим, сейчас поставил отбор, что номенклатура с пометкой удаления равняется истинно. То есть сейчас вот помеченные на удаление номенклатуры не выгружаются, допустим. Ну, то есть можно здесь еще свои какие-то сделать отборы для мемклатура. Так, еще вопрос есть по настройке товаров? Сейчас, сейчас, сейчас. Как привязать свойства в 1С к уже существующему свойству на сайте? И есть ли вот такая вообще возможность? Ну, то есть у тебя есть какое-то свойство в 1С, характеристика, и есть существующее свойство на сайте. Можно ли как-то их связать? Можно. Так, сейчас я настройку сохраню. Так, смотрите. Как у нас придется привязка всего этого? По индификаторам. Можно как-нибудь вентилятор? Да, работает, да? Сейчас я продует. Выключить. У нас, я же говорил, что у нас есть форма посмотреть индификаторы Битрикс. И здесь мы убираем тип объекта плановых характеристик, и здесь мы указываем дополнительные церкви-то сведения. Находим конкретное свойство и указываем, есть индификатор. И при выгрузке у нас будет подставляться этот индификатор, и, соответственно, при загрузке на сайт будет подставляться уже существующее свойство. Правда, если у вас свойство типа строка, то вам нужно еще для значения этих свойств установить эти индификаторы. В данном случае свойства у нас, как правило, хранятся в справочнике значения свойств объектов. Здесь как бы все значения, и нужно будет также поставить код, индификатор Битрикс. И тогда, кстати, будет с поставлением, должно работать. Утверждает Дмитрий, что если даже выбрать 5 конкретных свойств, которые должны попасть на сайт, на сайт прилетят все равно все свойства в карточку товара. Отбор по свойствам. Это, кстати, напишите, какая конфигурация, какая УТ-шка. Посмотрим, проверим. Может быть, сломалось, но должно было работать. Хотя... Нужно посмотреть. Может, конечно, у вас там что-то еще другое. Я посмотрю. Поставьте лучше тикет, укажите в тикете версию вашей 1С, которую вы используете, укажите в тикете версию управления сайтом, который вы используете, и можно будет посмотреть, что происходит. Окей. Давай дальше. Я даже дальше куда-то перейду. Так, ну, смотрите, мы делали сейчас. Давайте посмотрим, что у нас на сайте. На сайте нам нужно... посмотреть... настройки. Войдем. Так, заходим в настройки интеграции, в раздел товаров. Должен быть, короче... Если мы выгружаем характеристики, то у нас должен стоять флажок «Сгружать торговые предложения и характеристики в отдельный инфоблок». Ну, это у нас стоит. Так. Здесь мы настроили. А, еще хотел показать у вас для... картинки для характеристик. Сейчас сделаем. Так. Так. Так, окружай, как правило, я тестирую на женских ботинок-демисезонах. Возьмем вот эту характеристику и добавим здесь картинки. Вот одна картинка и добавим еще вторую картинку. Есть такой момент. Первая картинка, она будет основной. Основные, остальные будут... Ну, просто картинки привязаны. Так, и теперь мы... Про картинки сразу дополнишь, что... Просят, чтобы мы показали, как выгрузить картинку в характеристику и как выгрузить картинку для простого товара и для торговых предложений для конкретных. Возможно ли это сделать? Да, характеристики-то как раз-таки будут торговые предложения. Ну, это понятно. Так, я сейчас вам показал, как вам для характеристик привязал, для ботинских женских демисезонных. Так, для товаров. У нас база-то демо, товаров нет. Давайте мы сейчас для товаров тоже добавим картинку. Сейчас найдем, где тут у нас товар-то. Так, ну, точно знаю то, что мы выгружаем телевизоры. Давайте здесь покажем картинки. Заведем. Так, ну, картинок здесь нет. Добавим изображение. Добавим вот это изображение. И добавим еще изображение лингвина. Вот. У него две картинки. Одна будет картинка основная. И вторая будет просто как картинка. Сюда ему добавить еще файлы всякие. Ну, вот. Запишем. Ну, вот. А сейчас мы сделаем обмен. Есть такой момент. Мы выгружаем выгрузку к изменению. Но когда у нас первый обмен на сайте, то у нас принудительная полная выгрузка. Ну, как бы. А, здесь флаг уже не стоит. Вот. Вот этот флаг. Ну, по умолчанию стоит этот флаг. Когда стоит этот флажок, то тогда у нас выполнится полный обмен, а потом он прекратится. Вся, возможно, я в новом версии как-то снял, чтобы он был принудительный даже точняком. Так, и теперь делаем выгрузку обмен. Пока выполнен с обменом, можно вопросы подключать. Индификатор свойств это ID? Да, это ID. Если делаю полную выгрузку у T3.0.11.1, модуль пятой версии, то на сайте выключаются все товары, то есть становятся деактивированы, а потом уже включаются постепенно по мере выгрузки. Это штатный механизм или баг? Ну, возможно, кстати, штатный механизм. Надо уточнить разработчик, который это делал. Ну, это при полной выгрузке получается. А можно, кстати, это баг. Это скорее баг. Потому что запрос на адекватацию подсылается в самом конце. Вы напишите тикет, пожалуйста, в техническую поддержку, пусть ребята посмотрят, что происходит у вас не так. Здравствуйте. В случае, если несколько клиентских баз работают на одном сервере SQL под одним системным пользователем, то каталог временных файлов всегда один для всех баз. Бывают случаи, когда клиент в базу попадает с разных, ну, товары попадают с разных сайтов и приходится дорабатывать. Можно ли реализовать возможность указания временного каталога вручную? Смотрите, в данном случае вручную сейчас нельзя указать. Но в последних версиях была сделана штука, что, да, файл хранится во временной каталоге, но для каждого узла обмена там есть свой код. Он указывается, там еще свой код и еще уникальная папка создается. То есть, как бы там максимальная защита, чтобы не создавать временный каталог. Но если проблема такая останется, потому что я слышал о такой проблеме, поэтому немножко дорабатывал, то тогда, да, нужно будет сделать временный каталог, в котором будет все это принудительно сохраняться. Но сейчас такого нет. Сейчас, как бы, я пытался сделать максимально, чтобы было как можно меньше настроек, и поэтому сделал так, чтобы оно там в уникальной папке все это сохранялось, чтобы не было такого проблемы с одной папкой, как раньше. У нас есть прикрепленный файл с описанием в формате HTML, который хранится в 1С. Возможно ли его как-то выгрузить в Bitrix? Я так понимаю, это у T11 нет, сейчас так нельзя. Первоначально была такая возможность, но люди начали туда пихать не файлы HTML, а начали пихать туда всякие PDF, файлы Word, и обмен тупо падал, потому что начались выгружаться непонятные буквы, и поэтому мы это отключили. Если вам надо, вам нужно будет это допиливать. Будет ли настройка свойств внутри 1С, галочка показывать в умном фильтре? То есть, помнишь, мы с тобой разговаривали, чтобы передавать значение, показывать ли в умном фильтре внутри буса. То есть, у нас есть галочка, которая говорит, что конкретная характеристика... Мне это сделать вообще элементарно. Как бы, если это Коммерс Мэль поддержит, куда-то выгружать... Ну, Коммерс Мэль-то мы сами можем повлиять на него. Спасибо, Николай, за интересное предложение, я тоже добавлю его в списочек, я думаю, мы это реализуем. То есть, с точки зрения 1С, реализовать это просто 1-1 колонка будет настолько... Так, ну, ты тогда двигайся дальше. Что-то, кстати, уже час прошел, мы только что-то вообще сзади, я вообще говорю, вопросов здесь моря, я, конечно, пытаюсь отвечать... Так, в итоге у нас все... Здесь должно было сейчас создаться два каталога. Так, если посмотреть, каталог 1 у нас две группы, как я говорил, и каталог 2. Так, какой у нас каталог 2, как он называется? И каталог 2, в котором здесь должно быть техника и обувь. Так, значит, другие какие-то каталоги есть, но... Вот, смотрим, давайте посмотрим, выгрузятся ли у нас картинки. Это у нас ботинки женские, димы, сезонные. И торговые предложения. У нас 55 бирж, вроде бы вот эти. Смотрим, у нас есть основная картинка, ой, это просто картинка, и у нас есть картинка для анонса. Назовая основная картинка. Вот, это у нас для... Есть, конечно, такой момент... Ладно, сейчас посмотрим. Здесь, кстати, очень много вопросов по выгрузке, все-таки по различным свойствам, по отборам, и подсказали ребята, что... Не знаю, насколько это корректно, это не этот текст, можешь не читать его. Подсказали ребята, что можно делать выгрузку не всех товаров по принципу такому, ставить, что данный товар подлежит выгрузке, это, скорее всего, какая-то галочка в настройках 1С. А потом сделать фильтрацию, что-то выгружать на сайт, отбор сделать, что выгружать на сайт только те товары, у которых стоит эта галочка. То есть предлагают делать предопределенные, чтобы мы создавали предопределенные свойства для этих товаров. Такое, конечно, можно сделать, но... Надо подумать. Я думал по поводу этого вопроса, чтобы делать такую штуку, но ничего такого не придумал пока что. Если, кстати, у вас какая-то есть идея, напишите на сайте идеи развернутые. Я посмотрю, если что, как бы реализуем. Так, картинка для предложения у нас выгрузилась, теперь давайте посмотрим для телевизора. Дизор я, кстати, выгружал в два... Так, катал они. Вроде в GVC у нас выгружалась. Вот у нас есть картинка. Есть такой момент, кстати, если... Есть такое ограничение. Если у нас товар выгружается в двух разных инфоблоках, то картинки выгружаются, наверное, только в один инфоблок. Есть такое предположение. Потому что... Я не знаю, я просто не тестировал, но, возможно, только в один. Потому что они удалятся. Так, товары у нас выгрузились. Давайте сейчас посмотрим на цены. Цены у нас тоже подгрузились. И по остатке тоже у нас есть. Склады у нас выгружаются. Вообще у нас склады выгружаются... У нас нет перевязки складов к инфоблокам, поэтому они, как бы, отображаются все. Вот. Так. И давайте сейчас настроим обмен документами. Документы, конечно, сейчас настроить уже сложнее. Самый первый момент, нужно посмотреть профили обмена и, если что, их заполнить. Профили обмена – это как раз-таки информация о контрагентах, которые приходят заказы. То есть указываются там его наименование, FIO, ИНН, КПП, адреса. Это нужно настраивать. Смотрите, он по умолчанию должен заполняться, но если не заполнился, то нужно заполнить. Или там донастроить. Здесь же, как бы, можно назначать дополнительные реквизиты, дополнительные свойства, параметры. Сегодня я уже, наверное, не успею рассказать, но у нас можно в заказе создать свойства, и поэтому свойства в 1С подставить значение. То есть, как бы, допустим, у нас нет свойства, ну, на сайте нет свойства склад, но можно создать дополнительный реквизит с названием склад, и по этому реквизиту в 1С поставить значение склада. Но, как бы, наверное, не успею показать, поэтому... Я предыдущий вебинарик показывал, например, предыдущий. Так, какие здесь настройки? Есть флажок «Создать новые заказы контрагенты из 1С». Если стоит этот флажок, то тогда у нас будут создаваться оффлайн-заказы и оффлайн-контрагенты, которые были первоначально созданы в 1С. Так, префикс номеров заказа при выгрузке. Если стоит это значение, то тогда у нас нумерация в бусе будет с префиксом. Если же вы используете префиксы в 1С, то там тоже настраивается для документов, то, да, наверное, здесь не имеет смысла ставить. Ну, то есть флажок всякий, вы говорите, оплачены заказы, ставка менять. Так, есть интересный флажок, называется «Менять статусы заказов по информации из 1С». Если этот флажок стоит, то тогда у нас, то тогда по статусу заказа в 1С будет меняться статус. Если же не стоит, то тогда статус будет меняться только из буса, или будет меняться в зависимости от различных статусов, там заказ оплачен или отгружен. Ну, как раз-таки там и дальше, вот эти настройки. Заменять валюту при выгрузке в 1С на… То есть сюда нужно подставить валюту, как она называется, в базе 1С. Если же она будет называться по-другому, то тогда валюта в документ будет поставляться так, который стоит по умолчанию в управленческом учете. Ну, как в константе управленческого учета. Так, тут настройки, которые признают значение по умолчанию для документов. Вот, то есть как бы посетить документ, приходит оффлайн, то какое там значение подставлять. И здесь тоже создавать новые документы оплаты за 1С, новые документы доставки за 1С. То есть как бы тут все просто. Так, уровень настроена более-менее. Давайте мы создадим заказ. Так, укажем. Вентилятор. Пару штучек. Так, получилась сумма 6 тысяч. Так, укажем. Комплимента. Так, сразу у нас создается отгрузка. Указываем у нас доставка курьера. Укажем. И оплата. Оплата ему. Кстати, у нас такая штука. У нас документы оплаты могут создаваться разные. В зависимости от способа оплаты. Давайте мы укажем, что это у нас создано с помощью Яндекс.Деньги. Кстати, создадим новую. Что это мы создадим с помощью банковской карты. Ну, и сохраним. И теперь, кстати, зайдем в настройки и посмотрим платежную систему. Что у нас стоит. К примеру, у нас для Яндекс.Деньги стоит признак, что у нас это эквариинговая операция. То есть, у нас должно создаться документ по плате по банковской карте. Если у нас стоит банковская карта, то у нас здесь стоит безналичный расчет. Ну, как бы это здесь и там настраивал. Как здесь все настроено, заказ у нас есть. По нему создалась отгрузка и две оплаты. Все не оплачено. Теперь давайте настроим это все в 1С. Садим. Можешь задать пароль? Так. Покажем каталог лого. Так. Здесь только у нас документы. Тоже будем управлять только изменения. Здесь назовем Посмотрим, что у нас стоит. Так. Сохраним ее. И сейчас будем настраивать. Так. Мы из 1С будем выгружать отгрузки и оплаты. То есть, выгружаться у нас оплаты будут отгрузки даже те, которые создались в 1С, но по заказу, который пришел с сайтом. То есть, если будет стоять этот флажок, то у нас будут выгружаться все отгрузки и оплаты. И заказы. А так у нас только те, которые существующие заказы. Точка актуальности – это признак, отвечающий, что документы ниже этой даты выгружаться не будут. Ну, всегда. Вот. Также здесь есть загрузка оплат, загрузка отгрузок. Проводить, если отгружен или оплачен, это значит, что если в 1С, у нас сайте стоит признак, что документ оплачен, то тогда в 1С он всегда будет проведен и с признаком оплачен, сгружен. То есть, будет финальным статусом. Снизу есть отборы, которые позволяют обгружать только те документы, которые нет. Допустим, у вас в базе 1С несколько разных организаций, и каждая организация работает со своим сайтом. Вы здесь можете настроить так, чтобы только определенные документы, только определенные организации выгружались в каждую настройку. Дополнительных настройках здесь указывается, какой товар должен создаваться, если есть товаров в 1С и нет, то создаваться какими настройками. Предопределенные значения физических лиц, то есть, если у нас контрагент физическое лицо и стоит это значение, то тогда у нас предъявительно для контрагента не будет создаваться новое физическое лицо, а будет поставляться текущие. Настройка загрузки документов, допустим, когда у нас создается контрагент, то нужно смотреть, как у него должно подставляться номинование, должно оно ли искаться. То есть, как бы, дополнительные настройки. Здесь еще, кстати, статусов. На данном случае у нас, ну, покажем, наверное, статусы. Давайте мы их загрузим с сайтом и платежным системам тоже. Так, по статусам. У нас на сайте есть три статуса, и нужно нам сделать соответствие статусов. То есть, делаем это на согласовании, это у нас к выполнению, это закрыт. Так, у нас, по идее, сейчас поставим флажок, чтобы у нас статусы менялись по данным из 1С, соответственно, у нас статус, как бы, ну, будет меняться там и там. И сейчас, соответственно, по определенным указам. Здесь мы поставим... Ну, здесь, как бы, все просто. Так, и момент. Так, у нас документов много, нам нужно настроить, какие... Какая организация должна поставляться для организации, какое там соглашение, склады. Поэтому нам нужно сделать тонкую настройку загружаемых документов. Вот. В данном случае у нас документов, как бы, много, поэтому нужно для каждого документа это настроить. Для заказа мы настраиваем, указываем, какую организацию у нас будет. Смотрите, в данном случае здесь может быть фиксированное значение, есть из поля XML. Как бы... Об этом я рассказывал на предыдущих вебинарах. Там, как бы... Что значит? Здесь же, кстати, настраивается, чтобы по свойству значение не бралось. Но, как бы, у нас времени не очень много, поэтому сегодня это вкратце. Поставим, что соглашение тоже фиксируем. Соглашение у нас будет подставляться, ну, то, которое у нас есть, даже в розницу. Склад мы подставим. Вот на склад. Тоже поставим не с поля XML документа, а и фиксированное значение тоже в склад центральный. центральный. Так, поставим то же самое значение. Мы... Так, приходный каста ордена мы не делали. Мы делаем оплату по платежной карте, потому что это у нас как раз как акварельная операция. Здесь мы укажем тоже фиксированное торговый куклом, комплексный. В общем, и все, наверное. Вообще, если можно настроить любые рекомендации значения, можно делать так, чтобы по данным 11 средства создавался таким же самым документом. Так, и поступление безналичных денежных средств. Мы его заполним. Тоже у нас организация того, которому комплексный. И так у нас отгрузки есть, поэтому настроим еще отгрузку. Здесь мы подставим тоже у нас торговый дом комплексный. Соглашение. Ну, и склад. Так, настройки мы вроде как тоже сделали. Естественно, что нужно поставить флаг, чтобы у нас статусы могли меняться из 1С. А, ну, он стоит. Так, еще заказы. Сразу что будем проверять. Сразу изменим заказ. О, статус заказа. Все. И теперь сделаем обмен. Сохраняем. Смотрим, что получится. Пока выполняется, можно... Давай вопросики сразу как раз рядом. Можно ли... Может ли быть несколько соответствий для загружаемых документов? Не совсем понимаю, в чем вопрос, но, может, ты понимаешь. В разделе одной настройки такому не может быть. Окей. Вложок выгружать планируемую дату поступления появился? 10.3. Появился. 10.3. Вроде бы тоже появился. Угу. Хочу уточнить. Многие заказчики пользуются облачными 1С. Планируется ли поддержка битрикса и облачного сервиса 1С? Здесь нужно разделять. Есть выгрузка в облачную 1С. 1С, это когда просто берут коробочную версию, разворачивают ее в облаке и предоставляют услугу в виде вот такого решения. Тут без проблем можно поставить наш модуль, можно обмениваться, все будет прекрасно работать, все будет хорошо, все бегать. Но если это именно облачная 1С, в которой вы не имеете доступ для установки модулей, то если там есть штатный обмен, вы будете работать только через штатный обмен, что немножко будет плохо для новой версии платформы. и могут быть какие-то не такие настройки, вы не сможете гибко влиять на настройки для более гибкого обмена, скажем так. В чистом виде мы не можем повлиять на облако и вы не можете повлиять на облако. Если вам не разрешают устанавливать наш модуль, то, к сожалению, ничего не будет сделано. Правильно же? Понимаю? Так, следующий момент. Смотри, в данном случае я работаю под администратором, поэтому у него полные права. Но вообще роль нужно. Если у вас будет делать не администратор, тогда нужно указать роль битрикс, чтобы можно было работать. При многосайтовости можно ли настроить разные префиксы для разных сайтов? Ну, где на стороне бусы, не знаю. На стороне бусы 100% можно настроить, а 1С как с этим? Ну, смотрите, в данном случае если все будет вгружаться в одну базу 1С, если будут разные организации, то, конечно, можно. Если же в одну организацию, то такого нельзя делать, потому что у нас префиксы только для одной организации свои. отбор. А если несколько организаций для одного сайта? Ну, вот как раз такие проблемы не будет. Подожди-ка, несколько организаций? Нет, будут проблемы, если по времени совпадет. Вот эта штука, если вы подразумеваете под этим, что несколько организаций для одного сайта, это разные 1С-овские базы, которые выгружаются на один сайт, то такую настройку сделать возможно, но нельзя, чтобы они пересекались между собой по времени, иначе данные просто будут перезатеряться. Но мы летом выпустим, скорее всего, апдейт, который будет делать некие очереди. Ребята его делали, но немножко переключились на другую задачу, они его доделают, и мы выпустим, и можно будет такие вещи делать. Дата отгрузки с сайта выгружается ли в ОТ? Ну, вообще, по умолчанию сейчас не выгружается, но, может, Берри, я показывал, как настроить загружаемые документы, можно поставить какое угодно значение. Можешь ее по умолчанию сделать? По идее, дата отгрузки важна. Какой? В дополнительные поля куда-нибудь выбрось. Причина на том, что на сайте нет такого поля по умолчанию дата отгрузки. Есть. На сайте как раз таки есть документы отгрузки, есть поле дата отгрузки. Ну, посмотрим, поставь пометь тогда. Ага, сейчас помечу. Так. Так она есть, может, она просто не выгружается. Оплата и отгрузка выгружаются отдельными XML. Можно ли где-то посмотреть пример XML файлов? Если магазин конвертирован в УТ, стоит старый модуль, будет ли работать корректно? Вот как раз таки, если у вас стоит в УТ старый модуль, то не будет работать корректно разделение по документам, по отдельным. Если вы хотите использовать именно разделение, то вам нужно будет обновить модуль. Правильно я понимаю? Ну, да. Вообще, выгрузка, кстати, происходит в разные XML, заказы в одном. Если вы делаете выгрузку локально, вы увидите то, что... Как бы можно выгружать все в одном XML, но я для простой поддержки их выгружаю в разные файлы. В payment оплаты, orders, заказы, а уже пустя, отгрузки я уже не помню. Тоже какую-то. Ну, давай, тогда ты будешь продолжать, а я буду дальше вопросики отбирать. Так, смотрим, что у нас получилось. Смотрим лог сегодняшний. Видим, что у нас загрузился... Так, так, так. У нас создался заказ, создался, и потом они... Или они... Посмотрите, кстати, какие-то документы у нас выгрузились. Смотрим. Так, у нас, наверное, стоит... А, стрел, флажок, полная принудительная выгрузка. У нас первый выгруз, кстати, эти же документы они создались и обратно выгрузились на сайт. Конечно, не страшно. Дальше у нас такого уже, в принципе, быть не может. Так, смотрим, что у нас получилось. Заходим заказ, смотрим, у нас создался заказ. Если мы его изменим, ну, сказалось, доставка заказа, кстати, доставка заказа у нас создался только в заказе покупателя. Если посмотрим реализацию товаров и услуг, то там заказа нет, ой, доставка заказа нет. У нас доставка заказа только в заказе. Если вы хотите, чтобы... Ну, у нас есть только для конфигурации для Казахстана. А так, у нас доставка заказа подразумевает, что выполняется через документы акта выполненных услуг, которые делаются на основании заказа. Кстати, у нас автоматически не создается, как бы нужно его делать руками. И с помощью какого-нибудь обработки. Но здесь, кстати, у нас дополнительная информация, как раз-таки есть сумма доставки представляется. то есть, вы можете посмотреть. Этот приказ создается автоматически. Так, давайте мы изменим заказ покупателя и сделаем здесь количество 3 и статус поменяем к выполнению. На согласном. У нас он не проведенный был. Вот. И посмотрим, что у нас будет на сайте. У нас, по идее, статус должен поменяться на предыдущий и поменяться должна сумма. Так, что у нас с суммой? Еще такой момент. Иногда тут очень сложно все получается с НДС. Тут нужно настраивать, что может быть два раза НДС посчитаться в документе. То есть, как бы это разы операции, которые настраиваются. И после этого все становится нормально. Еще такой момент появился, что версия у нас, если у вас есть автоматические скидки, они автоматически как бы начисляют, навязываются на документ. И у вас сумма может отличаться. Так, у нас посмотреть, у нас выгрузился заказ. Смотрим, что у нас тут. Вот он обновился и у нас выменялся статус на принято ожидается отгрузка. Кстати, по поводу суммы, кстати, скорее всего, как оно и получилось, что что-то у нас с НДС. тут нужно смотреть по сумме. что-то здесь с НДС, можно смотреть, скорее всего, здесь он идет в том числе, а здесь он идет как сверху. Можно просто смотреть в настройках, как он настроен. все это настраивается, само там один на ски. если посмотрим, какие у нас документы создались, то у нас тут можно увидеть, что у нас создалась эквайерная операция на сумму и поступление завершения. они у нас не проведенные. вообще, конечно, тут по молчанию нужно для эквайерной операции какой-то номер карты указать, то есть, как бы, это тоже все это настраиваемое на настройки загружаемых документов для поступления. Тут, наверное, номер счета, но счет указать тоже, какой конкретный и номер счета. То есть, тоже эта информация заполняется из настройок загружаемых документов. Так, ну, давайте мы сейчас делаем эквайерную операцию здесь проведенную. Для того, чтобы вспоминялся статус на сайте, нужно провести эквайерную операцию. Ну, как бы, гораздо кое-что для разного, для эквайерной операции нужно его провести. Так, сейчас окажем ответственную. Вот, так, смотрим, он проведен. Давайте сделаем обмен. смотрим, что у нас получилось. Один документ на стол оплачен, другого не оплачен. Можно банковский счет тоже сделать оплаченным и тогда он тоже поставит. Если у нас у документа сумма оплаты будет такая же, как сама сумма заказа, то тогда автоматически поставится признак оплачен равнозначение истин. Или если из 1С или в 1С документ будет полностью оплачен, там вдруг оплатили каким-то другим документом, там не эквайерной операции, ну там какой-нибудь другой, то там вгружается признак того, что документ полностью оплачен с датой и тогда автоматически тоже поставится флажок, что он оплачен. То же самое, как с отгружен. Так же тот документ можно отменять. Если его отменить, то в 1С он в зависимости от настройки будет или отменен. Сейчас покажу. Настройка. Любого документа действия с отмененными. Можно помечать на удаление, отменять проведение, ничего не делать. И режим записи можно сразу проводить, можно записывать. То есть такой момент нумерации документов. Как раз если установить номер автоматическим, то тогда он будет поставляться по данным в 1С. То есть в 1С есть специальный метод, который устанавливает номер для документов. В зависимости может префикс поставить свой. А если брать номер документа по информации сайта, то тогда будут поставляться и как раз таки идентификаторы сайта. Ну то есть такой момент. Если вы идентификаторы как-то у вас собьется даже по-другому. У вас поставить такой механизм. если у вас будет уже такой номер документа и придет новый документ сайта с таким же номером, то у вас возникнет ошибка, потому что номера должны быть всегда уникальными. А если делать их по нумерации из 1С, то там всегда появляется уникальность и вставляется уникальность. вот. Ну это в общем по документам. На предыдущем вебинаре вроде как показывали более подробно все, а тут более упрощенно, потому что время уже. И еще мы там обещали показать. Подожди, недалеко пока убежали. А виды документов эквариум, безналичная оплата, наличные курьеры, виды документов 1С есть уже в базе или откуда они берутся эти формы документов? Ну, ты не так как-то произнес? Ну, на данном случае как бы есть, посмотрите, вот здесь вот, они есть в базе. То есть в 1С посмотреть, как это реализовано. Даже могу с точки зрения архитектуры. В 1С есть документ заказ клиентов. И есть такой, если в XML есть тип хоспирация заказ товара, то тогда у нас будет создаваться документ заказ товара. В 1С есть документ приходный кассовый ордер. Если приходит в XML значение хоспирации выплаты наличных денег, это значит, что будет создаваться документ приходный кассовый ордер. В 1С есть документ операции по платежной карте. Если стоит признак операции, то будет создаваться документ. И то же самое с поступлением за наличные деньги и с реализацией. Сами платежные системы в 1С на сайте у нас платежные системы, они Молчание, наверное, забито. Можно добавить свою. Как раз здесь есть признак. Какая какой-то тип оплаты. Безналичная, наличная, эквайринг-операция. Действительно, если от этого признака будет поставляться то значение в файли XML. Наличная, безналичная или эквайринг-операция. Вот так вот. Ну давай, на вопросы не будем отвлекаться, а то времени уже много. Давай будем двигаться дальше. Еще мы обещали показать выгрузку контрагентов. Так, ну, я здесь буду делать то же самое настройки. В выгрузке документов просто я отключу выгрузку документов и сделаю выгрузать только контрагентов. Так, у нас выгрузка только изменений. Я поставлю принудительный флажок выполнять полную выгрузку принудительно. Потому что товары, ой, потому что контрагенты у нас в стране не выгружались. Так, мы это сделали. И теперь заходим на сайте и смотрим, что у нас в настройках. У нас здесь стоит, что создавать новые заказы и контрагенты. Если это стоит, это значит, что у нас контрагенты будут создаваться. Так, теперь мы делаем выполнение. А, ну еще с контрагентами, в принципе, здесь настройки точно такие же, как и на вкладке заказов. Они как бы идентичны. Здесь можно поставить отборы, какие контрагенты загружать, ну, какие выгружать, какие не выгружать. Ну, будем выгрузить все. Да, у нас категоризован пакетный обмен, то есть, как бы у нас настолько, поскольку товаров, там, или контрагентов, документов выгружать в одном пакете. В данном случае у нас есть определенная застройка, но можно всегда тонко настраивать. Так, смотрим, что у нас создалось. Если посмотреть на список пользователей, то у нас выгрузились все эти контрагенты. У них подставился своя какая-то почта, то есть, как бы, посмотреть. Этого контрагента, кстати, можно указать в заказах, и потом заказы будут создаваться на этого контрагента. Или то же самое можно выгрузить оффлайн-заказы, и тогда у нас выгрузятся заказы... О, поставить тут тоже этот контрагент. Тогда, кстати, сейчас еще оффлайн-заказ выгрузим заодно. Только не все. Так, это мы снимем, потому что у нас флажок изменился там в настройке. Останетесь в полную и выбросим оффлайн, но только один заказ, чтобы... Допустим, выбросим у нас только один заказ, оффлайн этот. А, у нас, наверное, оплата, наверное, в себе выглядит. Ну, всякое бывает. И на основании оплаты у нас там заказ создастся. Будет много здесь, к сожалению. Что у нас в такой момент, если у нас приходит отгрузка... У нас как бы на сайте самый главный момент – это заказ. Если у нас приходит оффлайн-отгрузка, а заказа такого нет, то у нас автоматически создается заказ. Так, смотрим. Вот точно не все выглядят, но сейчас мы найдем, какой у нас наш заказ. Ну, вот он. Если посмотреть, то как бы у нас пришли товары без доставки. Кстати, даже и оплата не пришла. Не смотреть, почему. Посмотреть даже влоги. Выгрузка, выгрузка. Он не выгрузился, потому что владелец этого идет реализация. А у нас главное – это заказ, и нужно, чтобы владелец всегда был заказ. И поэтому при выгрузке он не находит заказ с индификатором от отогрузки и не создается. Так, ну, тут в общем, в общем, все показал, то, что планировал. Так, конечно, что-то вкратце, что-то поподробнее. Вопросы поотвечали. Смотри, давай еще немножко по вопросам отвечаем. Просят, несколько человек просят показать, где настраиваются пакетные режимы обмена и показать, что у нас их несколько пакетных режимов для разных вещей, для свойств, для этих просто… Мы пропустили как бы эту штуку. сейчас покажем. В данном случае у нас пакетный обмен выполняется все, даже полный выброс выполняется пакетным. Что такое пакет? Допустим, у нас выгружается тысяча товаров, но мы не хотим выгружать по тысяче товаров, и там по разным причинам, допустим, там большая нагрузка на сервисе, или еще что-то. Мы хотим выгружать по 100 товаров. Мы как бы мы заходим в настройку, у нас есть выгрузка товаров, заходим на вкладку товаров, и здесь такой пункт в товарах, количество товаров в пакете указываем 10-100. Тогда у нас будет выгружаться 10 пакетов по 100 товаров. Всегда. Если это полное, не важно, полное это выгрузка или это выгрузка из изменений. Если у нас выгрузка из изменений, у нас будет выгружаться всего по 100 изменений. Если полное, то у нас будет выгружаться по 100 товаров тоже, пока там все не выгрузятся. И тут она настраивается. Она как бы настраивается для товаров и для предложений, это одна настройка, потому что товары и предложения, они между собой очень сильно связаны, и в предложениях выгружаются все предложения, текста товаров. Отдельно выгружается свойство, пакет тоже есть, у нас по умолчанию поставил 50, то есть получается, что свойства тоже можно указать, свойства не могут быть такие масштабные, особенно если они типа справочник, там эти значения справочника могут быть тысячи, поэтому свойства в пакете настраивается свое, то есть в случае 50, то есть получается, что в каждом файле XML будет по 50 свойств, будут выгружаться все выгружаемые свойства по 50. Так, по остаткам и по ценам они тоже привязаны к самим товарам, выгружается у нас в пакете 100 товаров, выгружаются все остатки этих 100 товаров, выгружаются все цены, причем, кстати, я не сказал, что у нас можно выгружать отдельно цены, отдельно остатки, отдельно товары. То же самое по документам, тоже можно указать, сколько количества документов будет в одном файле XML, в одном пакете, то же самое можно для товаров указать, можно указать для пользовательских справочников, то есть как бы это все есть. И, кстати, тоже по настройке, кстати, по товарам. Как можно здесь настроить, чтобы выгружать разные ЦУ 6 в разное время. Допустим, я не думаю, что всем нужно угружать товары каждые 15 минут. Вот, например, остатки или цены нужно часто обновлять, а вот товары нет. А товары, кстати, угружаются очень-очень долго, поэтому имеет смысл разделять настолько, чтобы товары угружать только раз в 3 часа, допустим, а остатки и цены угружают каждые 15 минут. Это существенно уменьшит нагрузку на сайт. На сайт в действительно такой момент нужно понимать, что пока что нужно контролировать время, чтобы они не пересекались эти времена во всего это выполнение. Ну, мы летом же вроде планируем выпустить изменения, которые дадут возможность пакетного режима, ну, не пакетного, а очереди, так называемые. Планируем, да. Так, просят показать, я не знаю, наверное, уже не успею, просят показать реал-тайм-обмен. Ну, на самом деле, реал-тайм-обмен, что подразумевает? Покажи хотя бы, где включается. Ну, в данном случае для реал-тайм-обмена, так, это мы его введем, цеховый обмен документов и ставим флажок «Используется в режиме реального времени». При установке этого флажка значит то, что если на сайте изменится и создается документ, то будет запущена эта настройка обмена документов. То есть, получается, поставили, и еще нужно установить… Так, где он тут? Есть такой пункт, просто здесь на форму не влезло, «Распространение обмена в реального времени». Здесь указывается, то есть, как бы, реал-обмен, он как? Он запускается в фоновом задании и сидит, ждет ответа сайта. То есть, приходится ответ, что я создал новый документ. Выполняется такой-то настройка обмена. Вот. И здесь задается распространение, когда это фоновое задание начинает работать, когда оно завершается работать. И получается то, что оно висит и ждет, пока 1С что-то там ответит. Он еще не ответил, что, типа, документ создался или изменился. Выполняется этот обмен, при котором обменивается вся информация по документам, как со стороны 1С, так и со стороны сайта. Как-то вот так вот. Но, как бы, реализовано все довольно-таки просто, но зато легко настраивается. И не надо поднимать ни веб-сервера, ни ничего. Вот периодический обмен документами. Какое оптимальное время настройки выгрузки? Бывают ли ситуации, когда заказ есть в бусин, но не залетает в УТ, даже если сделать ручной полный обмен? Такого, наверное, невозможно, чтобы произошло? Нет, если такое произошло, значит, какая-то ошибка. Ну да, то есть, произошла какая-то ошибка. Так не должно быть. А как он оптимальный, ну, смотрите сами. Зависит от того, какая должна быть сейчас актуальность информации и как много документов у вас в базе. Если у вас там по тысяче документов, соответственно, желательно быстрее, чаще. Если использовать стандартный обмен 1С с сайтом, то статусы заказов надо вручную менять на сайте. К примеру, выполнен. Да, если используется штатная 1С, она, насколько я понимаю, статусами не обменяется. Вроде не меняет. Так, ну, давайте я переключу на себя. Мы немножко вернемся к презентации. Вопросов очень много. Я, наверное, давно столько не печатал. Сколько я печатал сегодня. Поксимальная настройка, ну, я не знаю. У нас там минут 15-20. Как бы не чаще. Не чаще. Будем завершать наш вебинар. Если вам был полезен наш вебинар, пожалуйста, оцените его по 10-бальной системе. Укажите во вкладочке «Questions». Я старался сегодня отвечать на все вопросы, которые поступали. Естественно, я не мог физически на все ответить. Вопросов было просто сотни. Саша тоже пытался рассказывать. Я, конечно, его перебивал. Ребята высказывали немножко претензий к этому. Но если бы я его не перебивал, мы бы пропустили кучу вопросов, на которые просто не смогли бы ответить. Если у вас есть идеи, как мы уже говорили, что пишите обязательно на сайте идеи, что необходимо реализовать в модулях. Мы обязательно их просматриваем, добавляем. Я даже делал записи по ходу того, как шел вебинар. Это мы поставим в виде задач с Сашей. И Саша будет добавлять их в очередные обновления модулей. Если вы хотите пообщаться с Сашей, то можно приходить к нам на форум. Саша там постоянно присутствует. Он ответит на ваши вопросы, может вам помочь. То есть приходите к нам на сайт 1sbittrex.ru. Сайт написан на экране. Всем спасибо. Было приятно вести вебинар для вас. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok